Здарова, народ! Покашеварим! Рубрика Заруба! Сегодня у нас зарубаться будут соусы Цезарь! Блин, они все маячат глаза, но я уверен, что половина из вас понятия не имеет вообще, какой выбрать, потому что их стало огромное количество. Потому что попсовый этот салат, его делают просто везде. Приучили нас, что Цезарь это модно. Когда не знаешь, что взять, бери капучино и Цезарь. Вот такие правила. В своем телеграм-канале, вот он, если что, переходите, подписывайтесь, там иногда бывают интересные штучки, обсуждения и всякое такое. Я взял вот этот Цезарь. Я уже свое мнение про него сказал, поэтому можете залезть и там почитать. Я думаю, оно не поменяется в этом обзоре. Потом мне посоветовали взять соус из вкусвилла. Я его тоже взял. Он мне, в принципе, понравился. Я к тому, что на телегу мою подписывайтесь, там бывают какие-то интересности, и довольно живо мы там общаемся. Вот. И как раз после того, как я попробовал вот этот отстойный соус и вот этот более-менее норм вкусный, да, я решил, да, надо зарубить эти все соусы. Я нашел все, какие только мог, за исключением парочки, которые мне не удалось купить. Но здесь самые популярные. Эти соусы стоят не просто хаотично. Они стоят в определенном порядке. Я их расставил по цене за килограмм. Целая, блин, научная работа по соусам Цезарь. Итак, ребята, на удивление, самый популярный, самый, наверное, встречающийся соус, он оказался и самым дорогим. Это соус под брендом Кухне. Соус Кухне стоит 1440 рублей за килограмм. Второй по цене это латвийский иностранный тоже соус. Прайс 1200 за килограмм, но тут упаковочка попроще, пластик, все дела. На третьем месте 913 рублей за килограмм вкус Вилл и мяснов 645 рублей за килограмм. Сильно сразу скакнул вниз по цене. То есть прям вот большая разница в прайсе. Все остальные соусы вот эти в мягких пачках, они, в принципе, где-то в одном ценовом сегменте. Что Хайнс, что Слобода, что Махеев. Но, тем не менее, Хайнс 587 рублей за килограмм. Тот самый, из-за которого, в общем-то, родился сегодняшний ролик. Наша заруба. И кальвы самый дешевый. Кальвы стоят 478 рублей за килограмм. Ну, на самом деле, расчет довольно условный, потому что тут некоторые хитрят. Кто-то указывает в миллилитрах, кто-то указывает в граммах. Ну, я принял за правило, что миллилитры и граммы у нас одинаковые в этих соусах. То есть плотность, как там по физике, плотность соуса Цезарь 100%. Ну, конечно, это не так, там небольшие могут быть изменения. Ну, суть вы поняли. В общем, вот эта вот дешманская штука, около 500 рублей. Вот эти два соуса выше косаря и вот эти два соуса вкусвилл и мяснов, они где-то средний ценовой сегмент. Ну, что сказать, ребята. Вот эти соусы, конечно, вот действительно, вот эти три соуса. Первый, они выглядят как-то побогаче, что ли, да? Вкусвилл. В довольно обычной упаковке, тем не менее, он такой, типа, крафтовый, короче. Вот это как-то черные цвета, выглядит симпатично. Вот этот соус, хоть он самый дорогой, и мне кажется, внешне он выглядит менее всего привлекательно. Вот, дальше мы, значит, продвигаемся. Что сказать по поводу, ну, Heinz и мяснов выглядят довольно типично. То есть мягкая пачка. Причем, знаете что? Реально мягкая пачка, она более практичная. То есть, если, например, вот в этой стеклянной пачке заявлено там 256 граммов, да? То я все эти 256 граммов, ну, никак не добуду. То есть, там добрая порция соуса останется на стенках. Я его просто не смогу оттуда выковырять. Конечно, вот такие пачки, они более практичны. Вот, в то же время, пластиковый бренд Spilvo, он довольно удобен для выдавливания. И тут шансов выдавить побольше, короче, больше шансов. Цезарь тоже, он довольно успешен для применения, потому что сюда пролезет ложка чайная, и мы сможем хоть что-то да выковырять оттуда. Но вообще, для удобства, конечно, такие пачки более предпочтительны. Вот, в общем, мяснов, несмотря на то, что недешевый соус по упаковке встал в один ряд с более дешевыми вариантами. Хайнс, Слобода, вот, выглядят, ну, примерно, примерно одинаково. Я каждый раз, когда вот вижу на полках магазинов эти соусы, я, конечно, теряюсь. Теряюсь, потому что, ну, понятия не имею, что взять. Вот, Махеев лучше, чем Астория, Астория лучше, чем Кальва, а Слобода как по сравнению с ними? Вообще понятия не имею. Просто за мясновые мне надо ехать в мяснов. За вкусвилла мне надо заезжать во вкусвилл. Вот эти вот есть, в принципе, везде попадаются, особенно Карл Кухне. Итак, ребята, давайте разбираться в составах. Американ Цезарь, соус салатный с сыром и чесноком от Кухне. Я поставил 5 баллов за состав, потому что там состав абсолютно натуральный. Но я не вижу в составе ничего, что бы нас отправляло бы к классике Цезаря. Классика Цезаря это что? Это соус Ворчестер. Или анчоусы, да, то есть, ну, в Ворчестере есть анчоусы, это такой рыбный соус характерный для салата. Для соуса Цезаря здесь в составе я не вижу ничего. Вот я выписал покрупнее себе состав. Ксантановая камедь, кстати, вот загустители тоже здесь есть. Я не знаю, как к ним относиться, но в целом натуральные они, поэтому норм. Соевый соус и вот и ни слова про откуда вкус Цезаря у нас будет. Соус с пильва. Здесь история следующая. Тут у нас, несмотря на то, что это на втором месте по цене, тут целый вообще химический завод. Тут и загустители, тут и ароматизаторы непонятно какие. Не написано, что натуральный, значит мы считаем, что не натуральный ароматизатор. Консерванты в нем есть, но в то же время в этом соусе есть соус Ворчестер. Здесь мы получаем первый намек на настоящий вкус Цезаря. Что касается вкус вилла. Ребята, я его попробовал, соус вкусный, мне он понравился. Заходите на мой телеграм, я там отчитался. Удивительно то, что в этом соусе тоже нет ни анчоусов, ни соуса Ворчестера, ни чего-то одного из них. При этом вкус довольно достойный. И состав натуральный. Но все познается в сравнении, про вкус вилл сделаем выводы позже. Мяснов. Мяснов меня удивил. Реально. Я вчера ездил в специальный магазин Мяснов, чтобы его купить. И полез читать состав и такой считай. Ёлки-палки, здесь состав такой, какой я бы сделал дома для настоящего Цезаря. Итак, ребята, это надо читать. Это самый лучший состав для Цезаря. Не знаю, как по вкусу, но по составу 100%. Итак, Мяснов. За 645 рублей за килограмм. 129 рублей за эту пачку. Что входит в состав? Масло. Желток. Ну, то бишь, майонез, да, мы понимаем. Соус. Вустерширский. Он же Ворчестер. В котором все натурально и натуральный ароматизатор. Сыр пармезан, каперсы, анчоусы. То есть, у них прям классика. И каперсы, и анчоусы, и соус Ворчестер. То есть, это должен быть самый насыщенный соус по составу. Итак, ребята, состав Хайнса напрягает ароматизатором. Какой, непонятно. Опять-таки, не написано, натуральный или нет. И красители. Ну, в целом, тоже тут никакого намека на настоящий Цезарь нет. Слобода. Вот слобода абсолютно натуральный состав. То есть, в основе, ну, обычный майонез, слобода, судя по всему. Уксус. Уксус, они любят вот эти кислые, кислоту в соусах Цезарь. Это жесть, короче. Зелень петрушки, сырный порошок, чеснок сушеный, лук зеленый. Лук зеленый сушеный. То есть, шусь здесь вот от Цезаря, я вообще не понимаю. То есть, вот к майонезу добавляется чеснок и еще что-то, и это называется Цезарь. Очень странный подход. Вот в этих трех соусах тут, конечно, лютая, лютая штука происходит. Потому что там у нас все. В Махееве у нас консерванты. В Махееве у нас ароматизаторы. Подсластитель сахарин там зачем-то. То есть, зачем делать сладкий Цезарь? Это вообще отстой. Короче, состав лютый. Астория также радует. Ну, консерванты там, понятное дело, сорбиновая кислота Е385. В Махееве даже лучше состав. Астория и калевая тоже таблица Менделеева. Но при этом тут, скорее всего, будет привкус анчоуса. Потому что здесь есть ароматизатор соуса Ворчестер. Ребята, то есть, несмотря на то, что он самый дешевый и самый химозный, там будет вкус пармезана, вкус соуса Ворчестер. Но это все не натуральный ароматизатор. Ну и, конечно же, консервант. Без этого никуда. И еще и усилитель вкуса и аромата. То есть, это самый лютый соус. Но не исключено, что по вкусу он будет, кстати, не самый плохой. Что такое вообще салат Цезарь? В первую очередь нормальный салат Цезарь, это, конечно же, соус. Все остальные ингредиенты, это вариативная история. То есть, ты можешь добавлять сухарики, не добавлять сухарики. Делать с курицей, без курицы, с креветками, с чем хочешь. Но, по классике, это должен быть салат и соус. В принципе, все. Остальное ты добавляешь по желанию. Поэтому, у меня здесь салат Айсберг, на котором мы и будем тестировать эти соусы. Я даже не знаю, что внешне сказать пока. Да, вот самый, наверное, прямо вот Цезарьный соус, это, на удивление, мяснов. И, пожалуй, вкус вилл. То есть, вот эти два соуса выглядят убедительно. Ну, и спильва тоже хорош. То есть, он такой темненький, коричневый цвет. Мне нравится. Дальше у нас пошли просто майонезы. Хотя, Хайнс тоже довольно темненький, из-за добавления соевого соуса. Вот эти четыре соуса крайние, это просто, ну, мазик с какими-то там вкраплениями. Карл Кухне пахнет кисло. Пахнет кисло и не по Цезарьному. Хотя, это один из самых, наверное, популярных соусов. Спильва пахнет чуть пободрее. Менее кисло, и это очень радует. Я не понимаю, почему вкус вилл пахнет приятным соусом Цезарь, при этом там нету ни анчоусов, ничего. Откуда этот запах? Не могу понять. То есть, есть ощущение, что как будто бы это прямо вот с анчоусами. Ну, базара нет. Ребята, мяснов пахнет прям по-настоящему. Хайнс Кислятина. На удивление, очень похоже на вот этот соус. По запаху вот они сопоставимы. Неужто самый дорогой будет с самым беспонтовым? Махейв тоже. Кислая, непонятная штука. Нейтральненько, не кисло. Это радует. Больше сырный запах. Тоже ненатуральная кислятина. Ну и кальве. Кстати, весьма неплохой на самом деле аромат. Ну что, берем салат и начинаем пробовать. Карл Кухне. Почему он кислый? Самый дорогой соус. И сходу... Ну, он довольно яркий. Яркий, кислый. Такой немного першащий эффект он дает на горло этот соус. То есть, с нулевым ощущением, что это соус для салата Цезарь. Нет, пожалуй. Точно нет. Я бы этот соус брать бы не стал. Латвийская спильва. Он не такой кислый, как предыдущий. Это радует. Есть какие-то отдаленные привкусы, которые я жду от салата Цезарь. Это вкус Вилл. У него самая вот такая вот приятная консистенция пока. Вкусный. Ничего. То есть, в составе ничего не объясняет, почему этот соус похож на настоящий Цезарь. То есть, такое ощущение, что в нем будто бы есть анчоусы. Не знаю, короче, в чем магия. И он такой, он не кислый, нежный, гармоничный соус. Так, ну давай вот мяснов. У соуса мяснов самый, наверное, прикольный, прикольный внешний вид. Прямо вот такой цезарьный. Вот почти тот соус, который мне по кайфу. Отличный. Ребята, я уже знаю победителя. Я уже знаю, блин, победителя. Ну, давай пробовать дальше. Мы должны попробовать. Ну, все-таки эти соусы сильно дешевле. Поэтому их тоже люди хотят покупать. Поэтому мы должны понять, какие из них более разумные по вкусу. Давай вот этот Хайнц. Кислый, яркий соус. То есть, он по вкусу, вот этот соус, чем-то напоминает соус Карла Кухне. Я все время ставлю разные ударения, чтобы, ну, иногда хотя бы попадать в правильное ударение названия этого бренда. Я понятия не имею. Они сопоставимы, но Хайнц даже более яркий. То есть, короче, если вам нравится вот этот соус, вам Хайнц тоже понравится. Махеев. В сравнении с Хайнцем, и несмотря на то, что там состав хуже, чем в Хайнце, тем не менее, итоговый вкус, он более предпочтителен для салата. Он не такой кислый, такой ровненький, нормальный, нормальный вкус. Но, опять-таки, Цезаря в этом вкусе нет. Слобода, ребят, слободушка. Один из самых натуральных, кстати, дешевых. По вкусу вообще мимо. То есть, совершенно что-то другое. Ну, блин, натурально зато. Ребята сделали от души. Петрушка, сырный порошок, лук зеленый сушеный. Но зато натуральный. Слушай, на самом деле вкусный соус. Ну, то есть, если не как Цезарь, он хорош. Нормальный соусец, можно взять там, я не знаю, на макарошки, сосисочки макать. Хороший соус. Слободу одобряю, но вообще не Цезарь. Астория. Ох уж эти химики. Ребята, вообще, шляпа полная. Не брать, такой же, как Хайнс. Прямо бля. Ну, и последний кальве, он, может быть, даже окажется самим неплохим, потому что там ароматизаторы. И ворчестера, и пармезана, и всего прочего. Давай попробуем. Кальвушка. Видимо, не существует ароматизаторов, которые могут дать вкус анчоусов, в принципе, и пармезана. Блин, если бы были такие ароматизаторы, нам бы не нужны были бы анчоусы и пармезан. Мы бы везде добавляли их, и все было бы зашибись. Короче, полная шляпа. Меня очень удивило, я хочу еще раз перепробовать. Вот этот главный, самый дорогой у нас, в общем, главный, в смысле, самый популярный, наверное, соус. Карл Кухне, он почему-то, мне показался, ну, он не то чтобы стрёмный, но он вот абсолютно не отличается по своему интересу от соуса, например, Хайнс. Даже, пожалуй, Хайнс более предпочтителен по вкусу, нежели Карл Кухне. При этом, на самом деле, Хайнс, пожалуй, из всех недорогих, не самый плохой соус для салата. То есть, например, если выбирать среди вот этой пятерки, выбирать кого-то из них пятерых я бы не стал. То есть, вот эти соусы я бы, наверное, просто бы брать не стал, но вот Слободу бы выбрал за натуральность. Ну, в принципе, такой приемлемый вкус не Цезаря. Что касается лидеров, да, ну, назовем это лидеры. То есть, они заведомо уже неплохи, потому что там и натуральный состав, и цена нахрен. То, ребята, ну вот это, честно. То есть, я не ожидал, что Мяснов, ну, я знал, что Мяснов, конечно, молодцы, но состав изумительный. 645 рублей за килограмм. Вкус Вилл тоже кайф. Этот лучше, но вкус Вилл тоже кайф. Ну, там и цена уже сильно поднимается, 913 рублей за килограмм, то есть, ну, вне конкуренции. Вот этот соус, чтобы вы понимали, он стоит почти столько же, сколько вот этот Хайнс. Но это настоящий Цезарь. Это химическая шляпа. Ну, не химическая, там состав тоже неплохой, но, имеется в виду, по вкусовым ощущениям, прямо недоработанный. Честно, я не могу дать прямо точное предпочтение, то есть, и этот хорош соус, и этот хорош. У этого более Цезарьный, привычный нам вкус. Этот соус просто вкусный, и при этом тоже как будто бы Цезарь. То есть, получается, Мяснов и ИП Козлов Николай Николаевич победили нахрен всех. То есть, вот эти два соуса, они просто на голову выше, вкус Вилл, на полторы, чем все остальное. Хотите вкусный соус, идите к Мяснову, покупайте, это лучший соус из продающихся на данный момент. Хотите потратить до хрена денег, купите вот эту шнягу. Ребята, это соус, не Цезарь, этот соус невкусный, это кислятина, я его брать не рекомендую. Хотите взять такой соус, возьмите нахрен Хайнс. Хайнс будет дешевле почти в 2,5 раза. По вкусу будет даже ярче, чем этот. Ну, латвийский вот этот, как бы тоже ничего такой, ну, такой на полшишечки ничего. Рекомендовать не могу, то есть, ну, когда есть вот вкус Вилл и Мяснов рядом, вот это нет смысла. Ну что, по большому счету, это есть, никто не будет. Вот это, победители. Вот это, дорогая хрень. И вот эти два тоже можно брать. Вот мы и разобрались. Вот это вот моя табличка будет в описании к видео, мы скинем вам PDF-файл, чтобы все могли почитать, поизучать, посмотреть на цены поподробнее, вдруг кому-то это будет интересно. Вот такой обзор, такая заруба, заруба, мне кажется, была интересная, потому что, ну, для меня удивительные некоторые выводы, особенно вот по поводу этого соуса. И меня поразил, конечно, Мяснов. Все, я не могу повторяться. Мяснов просто красавчики. С Мяснов у меня долгая история. Я постоянно, я главный хейтер Мяснова, ну, кто у меня подписан на социальную сеть, которая является инагентом, да? Вот, там видели, что постоянно я ругался на Мяснова, какого хрена там постоянные очереди, все не организовано. И при этом охренительный у них самый вкусный соус. И, кстати, шашлык на даче тоже берем периодически, очень вкусный шашлык они маринуют. Ну, и вкусвилл, конечно, вот и Пэйх, партнер, который делает этот соус, тоже огромный респект. И Слободеза натуральность. Ну, только переименовать надо этот соус, конечно, это не Цезарь. Вот такие вот удивительные дела, ребята. Ставьте лайки, наберем побольше лайков, сделаем еще какую-нибудь зарубу. Например, соусы барбекю. Почему нет? Почему нет? Можем кетчупы посравнивать. Да вообще не обязательно только соусы. Просто здесь-то так исторически сложилось, что я из телеграмма конфликт, как бы, мой вырос в этот обзор. Так что, ну, рубрика мне нравится. Мне очень нравится что-то с чем-то сравнивать и делать какие-то выводы. Да, это все вкусовщина, тем не менее. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял. Кушайте вкусные соусы. Вкусвилл. Субтитры сделал DimaTorzok